Сельхозпроизводитель Погода повлияет на то, что и урожай будет не таким богатым, как в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты уборочной в южных регионах России, где компания началась раньше Ульяновской области. Однако переживать по этому поводу не стоит. Прокормить себя сможем. Еще на экспорт останется. Второй важный вопрос, который обсуждался на аппаратном совещании – подведение социально-экономических итогов первого полугодия. Немного недовыполнили несколько показателей, в том числе индекс промышленного производства. Есть и положительные результаты, связанные с темпами роста зарплаты и инфляции. Она более-менее в разумных пределах растет. 101,9% по итогам в полугодии. При целевом показателе на этот год вы все знаете 104%. Учитывая, что всегда, июль, август и сентябрь, цены практически никогда не растут, то есть определенная надежда, серьезная надежда, что мы показатели по итогам года выгодны. Рост заработной платы составил 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Озвучил Олег Асмус и итоги социально-экономического развития муниципалитетов. Лидируют списки Ульяновск, Чердоклинские и Новоспасские районы. На последнем месте старая кулатка, которая уже традиционно замыкает рейтинг. Вопросы борьбы с коррупцией стали еще одной важной темой аппаратного совещания. Губернатор объявил об изменении, которые в ближайшее время ждут антикоррупционную политику региона. Мы не только переформатируем работу Совета Безопасности, именно он будет теперь главным во всех этих организационных вопросах. Но и такие же, так сказать, структурные подразделения Совета Безопасности создадим во всех муниципальных образованиях. Сергей Люльков в качестве секретаря Совета Безопасности будет напрямую подчиняться губернатору и информировать обо всех мерах противодействия коррупции. Кроме того, будет создано управление по контролю за техническими заданиями и госзакупками. Губернатор объявил еще о нескольких кадровых изменениях. 12 июля глава области подписал распоряжение, согласно которому экс-глава администрации Теренгульского района Владимир Деркунов возглавит управление делами региона. А вот руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Денису Герасимову губернатор рекомендовал до конца дня написать заявление об увольнении. Причиной такого решения стал срыв подготовки к отопительному сезону в учреждениях ведомства. Критика губернатора коснулась выполнения в области программы по формированию комфортной городской среды. Комфортная городская среда там, где сейчас каждый день, что-то есть, на вес золота, где надо заниматься вопросами благоустройства, а зеленые. До сих пор вроде даже еще и не разыгрываются. Контракты не исключены. Более того, я вам приводил в интиментр-брате пример, так сказать, города Унионска, а в сердце, наверное, не того нет. Там будет, вроде бы, что-то там есть, а там в сердце реально нет. Кто вам сказал о том, что только за счет бюджетных средств надо делать? Где субботники? Где воспрестники? Где чисто четвертье? Где привлечение, так сказать, там волонтеров? Губернатор объявил о создании Центра компетенции по формированию комфортной городской среды, которая займется тиражированием лучших практик благоустройства. Все муниципалитеты должны представить программу заменой установки уличного освещения. На эти нужды необходимы 2 миллиарда рублей. В заключение аппаратного освещения губернатор поручил вплотную заняться программой подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Егор Тестов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.